Ассаламу алейкум ардахты агаин. Знаете ли вы, что у истоков создания Таджикской Советской Республики и Узбекской Советской Республики стоял казах? Именно благодаря этому выдающемуся представителю казахского народа узбеки и таджики смогли добиться очень быстрого и колоссального развития своей культуры. Фактически этого казаха можно назвать отцом культурной революции в Таджикистане и Узбекистане. Зовут этого казаха Темирбек Хараула Жургенов. И именно его деятельности на таджикской и узбекской земле посвящается мое сегодняшнее видео. Итак, что же сделал Темирбек Жургенов для Таджикистана и Узбекистана? В 1929 году в Москву срочно был вызван ректор Ташкентского педагогического института Темирбек Жургенов. Никто из руководства толком не мог сказать Жургенову, кто и зачем его вызывает. И эта безвестность вызывала сильное беспокойство Жургенова, который знал о том, что были арестованы его учителя Жусупе Каймаутов и Ахмед Байтурсынов. Но отказаться от поездки в Москву было нельзя, и Темирбек Жургенов поехал. Сразу же по прибытии в Москву Жургенов назначается начальником Центрального статистического управления Таджикской автономной Советской Республики. Это назначение стало для Жургенова огромной неожиданностью, и он долго не мог понять, почему его переводят в Таджикистан, где он никогда до этого не работал. Причины же назначения Темирбека Жургенова в Таджикистан были очень банальные. Во-первых, Москва была наслышана об энергичных мерах ректора Пединститута Жургенова по массовому привлечению на учебу казахской молодежи. Москву это не устраивало, так как грамотные и образованные казахи в ее планы не входили. Поэтому такого патриота-ректора надо было убрать подальше. Во-вторых, Москва планировала отделить от Узбекистана часть ее восточной территории и создать там отдельную республику Таджикистан. И для этого процесса Москва хотела использовать Темирбека Жургенова, человека, который владел шестью языками. Таким образом, Москва настраивала узбеков, таджиков и казахов друг против друга. Итак, в 1929 году Темирбек Жургенов приехал в Таджикскую Автономную Советскую Республику. На тот момент эта республика представляла собой место, где каждый день шли самые настоящие войны между теми, кто разговаривал на персидском языке и теми, кто говорил на тюркском языке. И прекрасный ученый-лингвист Темирбек Жургенов внес немалый вклад в то, чтобы примирить эти две противоборствующие стороны. Для этого Жургенов использовал переход всего Таджикистана на латиницу в 1929 году. В итоге, сохраняя свои родные языковые особенности, представители обоих таджикских групп стали писать и читать на основе одного латинского алфавита. И это, конечно же, позволило укрепить единство народа Таджикистана. В конце 1929 года Темирбек Жургенов включается в состав правительственной комиссии по созданию Таджикской Советской Республики. Сегодня мало кто знает, но именно Темирбек Жургенов, прекрасно знавший историю Центральной Азии, отстоял многие районы современного Таджикистана, которые Москва хотела отдать узбекам и кыргызам. Поэтому Темирбека Жургенова можно смело назвать одним из отцов создания Таджикской Советской Республики. В апреле 1930 года Жургенова назначают народным комиссаром финансов Таджикской Советской Республики. То есть Жургенов становится первым министром финансов Таджикистана. На этом важном посту Жургенов также вносит огромный вклад в развитие таджикской земли. В частности, Жургенов добивается выделения огромных средств на обучение таджикской молодежи в лучших учебных заведениях Москвы, Петербурга, Томска, Ташкента. И многие руководители советского Таджикистана были именно теми молодыми людьми, которым дорогу в будущее открыл именно казах Темирбек Жургенов. Самое обидное – вклад Жургенова в становление Таджикской Республики сегодня стараются принизить или даже вообще уничтожить. Например, в книге о руководителях Таджикистана, выпущенной в 2013 году, имя Темирбека Жургенова вообще не упоминается. И это очень жаль, ведь такие люди, как Жургенов, наоборот, могли бы стать прекрасными инструментами еще большего укрепления дружбы между таджикским и казахским народом. Ведь Темирбек Жургенов является нашим общим достоянием. Идем дальше и рассмотрим теперь вопрос, а какой вклад внес Темирбек Жургенов в истории Узбекистана. В мае 1930 года казах Темирбек Жургенов переводится в Узбекскую Советскую Республику, где его назначают народным комиссаром просвещения. То есть Жургенов становится министром образования, культуры и науки. И мало кто сегодня знает, но именно Жургенов провел в Узбекистане культурную революцию, в результате которой малограмотный к началу 30-х годов узбекский народ превратился в один из самых культурных народов Советского Союза. За два года, которые Жургенов проработал наркомом просвещения, на узбекской земле были открыты 14 театров, 19 кинотеатров, 152 библиотеки, 5 музеев. По всей территории Узбекской Советской Республики было открыто свыше тысячи школ, курсов и пунктов ликбеза, в которых одновременно обучались 50 тысяч человек. Были созданы различные учебные заведения, которые готовили кадры со средним специальным и высшим образованием. К началу 30-х годов, благодаря Жургенову, в высших учебных заведениях Узбекистана одновременно обучалось 4 тысячи студентов. Именно при Жургенове были созданы первые научно-исследовательские учреждения Узбекистана, которые активно занимались научными разработками в области ирригации, хлопководства, медицины. К началу 30-х годов в Узбекистане насчитывалось уже более тысячи научных работников. Благодаря Жургенову и его умелой работе на узбекский язык были переведены произведения таких классиков мировой литературы, как Пушкин, Тургенев, Чехов, Шекспир, Тагор. Таким образом, занимая один из самых ответственных постов, Тимирбек Жургенов внес огромный вклад в культурное развитие советского Узбекистана. При этом следует сказать, что к родной земле, к родному Казахстану Тимирбека Жургенова Москва очень долгое время не хотела подпускать. И только в 1933 году Тимирбек Жургенов, оказавший огромное влияние на развитие Таджикистана и Узбекистана, наконец-то получает возможность послужить теперь своему родному казахскому народу. Тимирбека в этот год назначают народным комиссаром просвещения Казахской автономной советской республики. Вот так Жургенов вернулся на родину, прослужив на Таджикской и Узбекской земле в общей сложности около пяти лет. И эти пять лет стали настоящим стартом развития таджикской и узбекской культуры. Последующим руководителям Таджикистана и Узбекистана уже не надо было что-то придумывать. Им оставалось просто продолжить то, что начал отважный сын казахского народа Тимирбек Жургенов. И как бы современные узбеки и таджики не старались бы стереть память о Тимирбеке Жургенове, но историю полностью уничтожить невозможно. Поэтому 2023 год, который был объявлен годом Тимирбека Жургенова, должны праздновать не только казахи, но также и братские народы узбеки и таджики. И это было бы достойной благодарностью современных узбеков и таджиков, выдающемуся сыну казахского народа. И это тоже наша история, которую мы должны знать, а такими батырами, как Тимирбек Жургенов, мы должны только гордиться. Тимирбек Жургенов